Дорогие жители города Кокшетау и Акмолинской области, мы прекрасно знаем, что 16 марта главой государства было объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 15 апреля. Тем не менее, хочу сказать, что ограничительные меры, которые коснулись многих медорганизаций областного центра крови и его филиалов в Адбасарии в Терногорске не касаются. То есть мы работаем в штатном режиме. Я хочу сказать, что любой группы крови, запасы имеются в областном центре крови, заявки от медорганизаций выполняются своевременно, но уменьшилось количество доноров. Эти запасы крови, они все-таки имеются в достаточном количестве, но их нужно своевременно пополнять. Поэтому, что нами предпринимает в данный момент? Мы разослали все письма всем руководителям, не только медорганизациям, но и предприятиям. Мы разослали в Нур-Атан, ДВД области, другие спецорганы, для того, чтобы нам оказали содействие для беспрепятственного доставки доноров. Кроме того, областным центром крови на наших автомобилях, транспорте, служебном, мы доставляем доноров. Предварительно делаем обзвон, затем на утро мы их собираем, доставляем в областной центр крови. Хочу сказать, что все сотрудники областного центра крови обеспечены с вами индивальной защитой. Это маски, это антисептики и дезинфектантами. Поэтому безопасность донорства, она соблюдается сейчас в полном объеме. Кроме того, на наших сайтах, на сайте Управления здравоохранения, также имеется информация о том, что центры крови работают в штатном режиме. Я хочу поблагодарить особое руководство КТИ, Кокшетауского технического института, ДЧС Акмольницкой области, линейный отдел полиции города Кокшетау, кадетский корпус в городе Щучинске, который регулярно организовывает нам или с выездом на место забор крови, или доставку сюда их служащих. И за это большое, огромное спасибо, потому что действие, человечальное положение рано или поздно закончится. Поэтому мы хотели бы, чтобы наши запасы крови, ее компонентов не прекращались. Поэтому в любом случае я хотел бы еще раз просто подчеркнуть, что эти запасы крови и плазмы, они нужны не столько даже больным коронавирусом, а это онкобольным, это роженицам, родильницам, это детям, это людям с дорожно-транспортными происшествиями, просто травмами. Поэтому санэпид режим у нас усилен, имеются все достаточные условия для безопасного донорства. Справки по телефону 42-45-97, работает регистратура с 8 утра до 17.00, поэтому все вопросы о подготовке, о диете, о режиме потенциального донора вы можете получить там. Редактор субтитров А.Семкин